Новые планы на Фатинскую затоку Про это и не только далее в выпуске Старшиня Могилевского облаконка Малянит Заяц Провел прием грамадян и юридичных особ у Осиповичах Таким чином до керавника в области Звернулися 6 человек Кожное питание на контроле областного Выконавчего комитета Семья Сячко выховывает 4 детей Имеет потребу в поляпшении жильевых умов Зараз семья живет в интернате И может претендовать на квартиру Варианты будовництва были Али за того, что во властности Ее дом увезцы За лишние квадратные метры Треба было заплатить 16 тысяч рублей Мы согласились на двухкомнатную квартиру Для нас это тоже вариант Но денег для постройки жилья Это у нас пока не было Чтоб внести разницу в субсидии Леонид Зайца знашу Семья заслуговая по ваге А дети повинны жить в комфортных умовах И доручил районным уладам Да помочь батькам вырешить проблему с жильем А вот у Татьяны коммунальной складанности Який тягнуться три года Кажа да, хотят, что у квартиры вильгать Керавник в области потребует Выправить ситуацию, как мога худшей Керавник областной коммунальной службы Особисто глядают дом Татьяны Выявляя, как недогляд коммунальников У приватности стан фасаду и даху Так и факты неправильной эксплуатации Жиля самими жихарами Например, с порушениями установлены в окна Няма вентиляции Мы будем принимать определенные решения В частности, это по капитальному ремонту кровли И утепление чердачного перекрытия То, что вас сегодняшний день беспокоит Но в то же самое время Обращаю ваше внимание и на содержание Своей квартиры, которая имеет место Которое мы вам указали И которое необходимо Насрочно до начала зимы устроить Усягу на прием до керовника в области Пришли шесть жихаров Осиповицкого району Кожное питание Гэта уластная проблема конкретного человека И, как отзначая старшиня Аблова Конкама Тут важно не только послухать, а и почуть Попробую вам помочь Ой, я буду рада Андрей Шуляк, Юлиана Шлыкова, Александр Тарасов Новин региона Усе актуальные питания, что огучивают керовництву Аблова Конкама Громадяне под часу встреч у коллективах Те поместье жихарства отримливают свой протяг Например, Фатинская затока – популярное место отпочинку Тому жихары микрорайона звернулись с просьбой Доброго парадкования к этой территории И отримали поддержку Под час встречи со старшиней Аблова Конкама Леонидом Зайцем жихары микрорайона Фатина Отзначили, что территория затоки Повинна быть соправдным местом отпочинку Что бы хотелось? Детскую площадку хотелось бы Ну, что-нибудь для детей таких помладше Постарше много чего Турники, горки А для маленьких совсем поковыряться в песке Особое удовольствие Чего бы хотелось? Как все заросшее Чтобы облагородили, чтобы культурно было Хотелось бы годки, турники Ну, какое-нибудь кафе Ну и все Улады громадян почули и пропоновали свой шлях Доброго парадкования к этого места С нами разработан на сегодняшний день план мероприятий Определены участки для посадки деревьев Определена пешеходная дорожка, где будет устраиваться И этой осенью при надлежащих погодных условиях Мы вместе с жителями этой микрозоны Будем заниматься озеленением А перед початком купального сезона На березе плануют установить лавки, урны для сметя Если доброупорядкование территории Каляфатинской затоки в планах То некоторые проблемы этой микрозоны уже вырошены Как повысить узровень безопасности пешеходов По просьбе Жихаров на дороге побольше со школы Уладковали штучную неровность Дарья Семянько, Александр Артемьев, Новин Регион Тепло начало поступать в жильевый фонд Могилевщины Отповедное решение наперед не подписал старшиня Могилевского Абовы Конкама Отповедные рекомендации отримали у Сегар и Раевы Конкама Могилевской в области Как отзначили у отдела энергетики и палева комитета экономики Абовы Конкама Подключение жилых домов до отепления будет проходить поступово У каждом районе такое решение примается индивидуально на месте Сгодно с умовами на дворья Так само у Абовы Конкама удокладнили Поколь подключение проходит без особливых проблем Системы отепления в области были полностью подрихтованы до подключения тепла Звание гоноровых грамадянин Дрыбинского района присвоено старейшему Жихару Герою социалистичной прации Александру Байкову С 90-м днем народжения знакомитого тракториста особиста повиншевал Кировник в области Леонид Заяц Александр Алексеевич зауседанец Тиханы У любых момент готовы пожартовать, каже его женка Аллы Рыгоровна 20 лет уже живем в месте Это вторая моя жена Я жена умерла Первая жена умерла Ну так хорошим слышались Женщина такая, працавитая Про свою працавитость Александр Алексеевич став живой легендой Дрыбинского района У 44 годы звычайный тракторист отримал звание Герой социалистичной прации И он адраджал сейскую господарку у послевоенные годы Из Пашаны представлял Могилевскую область Был депутат Верховного СССР И заслуженный заставник, работающий молодежью И членом обкома был в 4 годы Могилевская Таты гонорилися усе, а дети особливо, кажуть, сыны юбиляра Миновито на прикладе батьки Они вырешили стать трактористами У свой поважанный взрослый Александр Алексеевич Не сядьте дома, за усе ты сустракается с молодым Это ум, честь и совесть нашей эпохи Вот этих словах, если их расшифровывается, то можно говорить очень долго Это действительно человек, который и задает молодым, азарт поддает И который может посоветовать что-то И у которого действительно есть чему поучиться не только молодежи А и людям уже такого возраста пожилого Керавник в области Леонид Заяц особисто повеншаваў 90 годзям Александра Байкова, чыё имя занесіна ў биографію Могилёвщины Это агрария Могилёвской области, внутри Могилёвщины Я думаю, что они тоже сама подсоединяться к этим Многотысячным поздравленьям уважаю Александр Алексеевич ў свою чаргу подялиўся сокретам долголеття Николі не сумаваць Таціяна Сергеичык, Віталь, Алексеянка, Новины регіона Утульність ў кватарах жахару обласного центра шмат учым залежыць Ад якасной работы Могилёвской ЦЭЦ-2 Дарэча, именно это гэтамі днями 50 год тому тут запустили перший генератор И сёння гэтае предприемство – одно з наибуйнейших объектов Энергетичной Галіны Беларусі Станция забезпечуя электричной и тепловой энергии Прамысловое предприемство и жилые микрорайоны Идзе час, меняюцца потребования и падыходы до працы З'являються новая технология Тому Могилёвская ЦЭЦ-2 заусёды знаходиться под знаком обновления и модернизации У нас принято решение о том, чтобы больше уделять внимание теплоснабжению города Могилёва В частности, то есть горячего водоснабжения, по-друге горячей воды Для этого будем менять у себя турбину станционную номер 3 Ну и, соответственно, дальше модернизировать оборудование и работать в этом направлении То есть будем готовы всегда, то есть надёжно и безаварийно снабжать город Могилёв теплоэнергией Зладженная праца на выник – это головная задача ЦЭЦ-2 Из её выдатно справляются Как театр начинается с вешалки, так и вся работа Могилёвской системы Начинается с подготовки воды, которая используется дальше в технологическом процессе Для выработки тепла и электроэнергии На ЦЭЦ-2 верьми шанують кожного своего работника Коллектив – як одна великая семья Мне 50 лет, станции 50 лет Половина из них я проработал здесь Мне интересно, мне нравится коллектив Наверное, это вторая моя семья Мои родные работали на ТЭЦ А я продолжатель рода В общем, профессию выбрала, наверное, с глядя на своих родных А в великим шляху у 50 годов згадали подчас святочного концерта у Палаца культуры в области На передних историчной даты со словами поддяки и веншиванию Собрались самые поважанные люди ЦЭЦ-2 Керовники, работники и ветераны працы, які у всю свою працованную деятельность Просвятили родному предприемству Наталья Ильинич, Татьяна Киртока, Денис Жавина, Новин Регион 24-й международный пленэр по живописи в образ родимы в выявленном мастатстве Просвеченную году малой родимы завершился Уим разом с белорусами приняли удел мастаки с Казахстана, России, Украины, Афганистана, Узбекистана и Паудневой Кореи Яны працевали у природном музее-заповеднику Василя Поленова и у Балыницким районе И представили свои работы на Ванниковой выставе Пленэрный рух народился в Могилевской области в 1996 году С тех часов пленэры стали традиционными Его удельники передают написанные работы областному мастатскому музею имя Паула Масленникова Таким чином у фонды от сучасных мастаков поступило каля 2000 творов в разных стилях и жанрах Я не чистый пейзажист, для меня важен концептуальный замысел и создание образа, образа Родины Все лета география у дельника Пленэра широкая Семь краин, навод Паудневая Корея и Афганистан Алишер Аликулов, мастак с Узбекистана, у Беларуси у Першиню Олень огляджится на захопление краевидами, темой творчести обрал Миновита Эпос Парцевал над вобразом Могилевского Машеки Сложности были, потому что я же всегда азиат пишу Вначале он у меня азиат был Потом спрашиваю, похож? Он говорит, нет, какой-то он на восточный Потом я начал делать, подправлять характерно Потом он на татарин, на половину восток Потом Анатолий сказал, надо светлые волосы и голубые глаза Потом постарал, ну вроде получилось, я думаю Сяроду дельнику Пленэра и династия мастаков пейзажистов Вот этот год очень удачный, мне кажется, сильный состав художников И очень хорошая организация Унук знакомитого мастака, имя, якого носит музей, Павел Масленников Удельничая у Пленэры с 1999 года Кажа, гэта добрая нагода вернуться на малую родиму Не бывает одинаковых мест, не бывает одинаковых состояний природы Поэтому всегда найдешь, что сделать, что сделать, ну чем людей удивить Вот, и для себя какие-то найти, можно сказать, фишки, которые будут тебя вдохновлять на новые картины Организаторы Пленэру Могилевский Абыл Выконка Державный мемориальный историко-мастацкий и природный музей-заповедник Василя Поленова Могилевский областный мастацкий музей имя Паула Масленникова Кераунник областной организации Мастакова Андрей Веробьев Пожадал усим творчих поспехов и выказал надею на новую сустречу Работы мастаков можно убачить на выставе у музея Масленникова до конца Кострычника Константин Титамиров, Алена Громова, Александр Тарасов, Новинрегиона Свято смачной ежи и доброго настрою Драникфест отбылось в Могилевском этнохуторе Зеленый Гай Трапить на гастрономичный фест можно было у якости гостя, волонтера Те удели к конкурсу за звание автора самого лепшего Драника Паутонны бульбы и приемная кампания Некольких годин доброго на дворе Менавито таким был пятый юбилейный Драникфест Я уже не первый раз на этом празднике Порядка 10 тысяч туда приходят за день Довольно массовые мероприятия, очень классная атмосфера Ой, вы извините, так кушать хочется, такая вкуснятина Спасибо большое, я пойду Все лето заявиться на кулинарное споборництво по приготовлению Драников выросли шесть команд Пляцовку, мангал и дровы удельникам выделили бесплатно Драники от кузнеца какие на вкус? Не железные ли? Нет, конечно, самые нежные, мягкие и вкусные Если мы будем есть Драники от кузнеца, то мы будем сильные как кузнец И все у нас будет хорошо Студенты Державного университета имя Куляшова частовали горбатой по специальным рецептам А кроме кулинарной частки, на фестивале живая музыка, танцы, конкурсы, незвычайные выставы и навод майстер-классы могилевских рамесников Олеся Рыбалка, Олена Громова, Александр Тарасов, Новин Региона Дренные умовы на Дворье прогнозуют синоптики на первый день костричника В связи с мощным порывистым ветром до 20 метров за секунду по области у Вогуле обвешаны оранжевые узровень небеспеки В ночи ранятся короткочасовые опадки, а слупок термометра будет показывать в день плюс 13, плюс 15 градусов По информации Аблан Гидромету, на Дворье зараз будзе вызначать атмосферный фронт с заходней Европы и неустойливая поветранная массы У Сираду прогнозуются короткочасовые опадки, так само порывистый ветер Але при этом довольно высокие температурные показчики У день от плюс 15 до плюс 20 градусов У четвер, слупок термометра спустится к рыху ниже, у день будет плюс 18 и до сжи Даредшие по словам синоптиков, короткочасовые опадки прогнозуются в Вогуле до конца тыдня А слупок термометра протягнет спускаться ниже У выходные по прогнозе только плюс 11, плюс 13 градусов И у додаток вернутся ночные заморозки на Глебе Самые актуальные новины в области на сайте tvrmogilio.by Так само в группах, в социальных сетках А я на этом с вами развитываюсь и ожидаю вам только доброго настроя До встречи! Субтитры подогнал «Симон»